Ребята, всем привет! Сегодня мы выбрались на такой вот затончик и в нем вроде бы ей должна быть плотничка и подлещик На всякий случай разложил подсачник потому что я не знаю, может быть тут будут неплохие подлещики или придется, и вообще хочу просто потренироваться сегодня с подсачником Будем пробовать сегодня ловить, взял перловочку так как помню то, что несколько лет назад где-то тут, то ли на Мезнике, то ли на том пруду ловили на перловку Попробую Использовать буду сегодня, взял прикормочку, уже мешаю Он, кстати, по-моему, у меня поклевочка, забросил удочку на мотыля И сидим, пока ждем, сейчас закормлю И буду надеяться сегодня на подлещика, леща, ну и плотвичку Кстати, ребят, ловить сегодня буду обычной поплавочной удочкой которая используется практически везде Снасть потом чуть позже покажу Весна и подлещику, и в принципе плотве нужна более крупная фракция Как вы видите, здесь даже присутствует горох У меня была карповая прикормка, здесь там рубленая кукуруза и все такое Я решил сыпануть, попробую Надеюсь, крупная фракция понравится нашему подлещику Кстати, вот здесь есть опарыш, и я предлагаю немножечко сыпануть сразу в прикормку Хуже не будет Оп, вот так вот Все, чтобы живая фракция тоже была в нашей прикормке Вот он опарыш Вот, кстати, мотыль Забыл, к сожалению, сегодня мотыльницу Поэтому вот в такой вот опарышной баночке у меня сегодня мотыль Это не весь мотыль, еще там в пакетике лежит Вот кормовой мотыль Вау! Какая красота! Сразу я думаю, вот так вот можно пару горсточек взять И вот сюда вот так бросить На приманки пойдет И даже, я считаю, вот столичка Можно бросить на приманку подлещика и плотнички прям сразу Вон туда, ближе к плавочку За корм пошел Сразу всего израсходовать не буду, потому что мало ли что Может быть, под конец там нужен будет еще, а он уже закончится Поэтому по чуть-чуть добавляю в прикормочку Вот он, видно кормовой мотыль, здесь же опарыш Насчет перловки Вот взял перловку, здесь пшеница и перловка Так как перепутал пшеницу с перловкой Добавил потом перловочку И тут пшеница, перемешку с перловкой Чуть-чуть даже, мне кажется, можно и вот так сделать В прикормку добавить Не помешает И вот так вот Оп! Ребята, ребята, первая поклевочка Угу Во-во-во-во-во Есть, ребятки? Есть Упачки Весенняя плотничка в ручье Вот такая красавица На мотылика взяла Мы выпускаем рыбу. Мы сегодня приехали за подлещиком, а не за мелкой плодвой. Беру мотыля и насаживаю 2-3 штучки. Смотрю, начинают идти пузыри. Это значит, возможно, подходит наш подлещик. А если подходит подлещик, он обычно будет рыться, забирать прикормку. То, что упало на дно, там разная фракция более крупная. Он будет ее подсобирать и будут идти пузыри. Туда нужно будет тихонько забрасывать. И он когда... Опа! Вот это поклевочка. Прям утопило. Он будет мотыля туда чуть-чуть подбрасывать. Нужно очень осторожно забрасывать, чтобы не громко, чтобы по башке его, можно так сказать, не ударило. И забрасывая, и вот обычно чаще всего он и берет. Опа! Ребятки есть. Еще одна плод... Ах ты! Сорвалась. Ну ладно. Плодвичка опять была похожа. Видно, чуть-чуть подальше она. Я-то думал, она вот здесь в прибрежной зоне будет. А она чуть дальше ушла. Кормил, хотя вроде бы сюда. Опа! А вот и в прибрежной зоне. Опа! Ребятки, нежданный гость. Уклейка. Видно, уже и уклейка начала выходить. Смотрите. Уклеечка, не знаю, надеюсь, видно меня. Опа-опа-опа. Есть, ребятки. Вот она. Сразу же выдернул из воды. Неплохая такая плодвичка. О! Плодвичка. Знаете, все-таки хочу вам показать, что это не одна и та же рыба. Сейчас набрал ведро воды и буду туда складывать всю рыбу. А в конце рыбалки покажу вам в общий улов. Может быть, там, если будет кто-то, крупный-крупная плотва или крупный подмещик, может быть, заберем на жареху. А всех остальных выпустим. Вот, плодвичка одна плавает. Все, насаживаю одного-два мотыля. Сейчас вот лучше увидел то, что все-таки лучше клюет даже не на трех, а на одного мотыля. Раз. И два. И все, этого достаточно. А этого остального мотыля кладу вот так на крышку, чтобы было удобнее взять. Раз. Раз. Это, конечно, близковато я забросила, нужно подальше чуть-чуть. Ну, давайте и тут попробуем. Ага, пузыри начинают идти. Это обозначает то, что, скорее всего, начинает рыться здесь, рядом подлещик. Говорю, достаточно тихо, шепотом, чтобы и вы слышали, но и рыбу не пугать. Сейчас вон на той стороне опять всплески, я так понимаю, щука. То ли она не донерестилась, либо не рестится, наверное. Вон опять хвост пошел. Опа, ребятки. Ничего себе. Ничего себе. Это уже рыба покрупнее. Покрупнее платвичка взяла. Вы гляньте, какая. Вы гляньте, какая. Уже покрупнее. Найс, зачет. Беру вот так прям одного мотыля небольшого и попробую насадить. Интересно, неужели на одного будет крива от рыбы крупнее? А на несколько там мотылей, допустим, мельче. Это вообще, где логика? По сути, большому куску и рот радуется. И рот радуется более крупной рыбой. А вот сейчас на одного мотыля что будет клевать? Более крупная рыба. Сейчас, если подлечика поймаю, вообще будет. И вот почему всегда так? Вот знаете, первая покрупочка такая разно, достаточно резкая. Опа. Увело. Прям повело. Ничего себе. Ребята, и вправду вы гляньте. Опять платвичка. Стой. Покрупнее. Платвичка прям покрупнее. Не знаю, как вам показать. Еще одна платва прям с того же места. И такая покрупнее, чем предыдущая. Практически такая же, как вот предыдущие. Уточки садятся. Все, ведерко. Конечно, мотыль уже совсем один плохой. Подсажу еще одного и заброшу. Видите, все-таки один мотылик реально работает. То есть прям один мотылик и платвичка покрупнее. Так повела, я думаю, вообще подлечик. Дайте-ка я попробую глубину побольше поставить. Может быть, если крючок будет лежать на дне. Потому что я не уверен, что именно сейчас он лежит на дне. И вдруг, если он будет лежать... Ну нет, это уже грузик лежит на дне. Понятно. Значит, чуть-чуть поменьше сделаем. Чтобы лежал только крючок на дне. Чтобы наша рыба либо подбирала. Потому что подлечик, он чаще всего все-таки со дна берет. А не в пол воды, в толще воды. В толще воды это вот уклейка, красноперка, платва. Это да. А подлечик со дна. Да и, в принципе, вся достаточно крупная рыба берет в основном со дна. Утки плавают. О, поклевочка. Ребята, вот и первый подлечик. Вот и первый подлечик. И неплохой, хочу вам сказать. Сейчас буду пробовать брать его с подсачником. Опа, есть. Куда? Как всегда, из подсачников вынырнул. Да что ж такое. Вот, теперь он точно в подсачнике. Грамм, наверное, 150-200. Неплохой подлечичек. Все, кладем в ведерко. Кстати, ребят, давайте покажем улов. В ведре вот тут получается 5 плотвей, 3-4 плотвички и один вот такой хороший подлечичек. Прошелся, посмотрел места там. Кстати, есть там одно неплохое место. Мне кажется, там будет, правда, мелкое, но попробовать стоит. Сейчас, если тут не будет клевать, то схожу туда попробую. Опа, ребятки, сиди. Без поклевочки. Плотвичка. Некрупная, но приятная. О, ребята, кстати, подлечичек маленький совсем. Маленький подлечичек. Взял. О, утка нашла мою плотву. Пошел. О, все, съела. Просто, видно, боялись подплыть сначала. Опа. Ребят, опять поклевочка подлечичка. Надеюсь, в этот раз не сойдет. Багранул, что ли? Ага, багранул. Ну ладно, этого я и так достал. Вот так бывает. Видно, все-таки он там есть. Раз его даже забагрил его. Вот такой небольшой. Красивый. Даже, мне кажется, здесь 100 грамм точно нет. Такой грамм. 50-80. И смотрю, что-то он под теми кустами. То ли кормится он, он, правда, пузыри выходят. А я этим поплавком туда не доброшу. Сменю на все. Вот сейчас я вам продемонстрирую очень удобную вещь. У меня поплавок здесь стоит на застежке. Застежка и на ней поплавок между двумя стопорами. Вот она, застежка. Раз. Ее вынимаю. Ставлю. Вот здесь где-то у меня был поплавочек покрупнее. Вот. Раз. Все поплавок поставил. Так. Все поставил. Так как наш грузик к этому не подходит, приходится перевязывать всю оснастку. Но нет. Это быстросъемные груза. Смотрите. Я просто стягиваю нашу железную основу. Оп. Все. Отключена. И вот здесь сейчас где-то должен... Вот он. Вот где-то 5 грамм подходит к этому поплавку. Я просто снимаю у него эти кембрики. Их можно отложить. Их можно отложить. И потом просто беру и натягиваю этот уже более большой груз на наши кембрики, которые остались на леске. Оп. Все. Поплавок перевязан. Ну-ка. Вот и неплохо встал. Вот вы видели, как работает эта быстросъемная оснастка. Быстро поменял поплавок, быстро поменял груз. И все опять работает. И вот поклевка. Смотрите. Платвичку. Пойма. Вот. На наш быстросъемный грузик и новый поплавочек с дальнего кордона. Вот видите? То не клевало, а то вот пожалуйста. Ну так вот. А если я хочу огрузить более точно поплавок до самой вершинки или наоборот чуть лучше, я использую свинцовый пластилин. Здесь он есть разных весов. Один грамм два. Один и два. Ноль три. Ну и короче разное. Видите, как полезно поменять быстро оснастку и прострелять дальние кордоны. Ребят, сейчас уже на другом ракурсе. Опять клевал подлещик и походу хорошенький. Вот он. Беру в подсачник. Опа. Достаточно долго не снимали, потому что клевала такая же мелкая плотва и периодически клевал подлещик. Но совсем мелкий. А то вот он. Уже покрупнее. Граммов наверное 150. Наконец-то. Вот он. Ну нет, 100 граммов где-то. Такой нажирюху пойдет. А ведерки-то тут у нас, посмотрите, сколько. Вот они подлещики. Некрупненькие. Этот, конечно, самый у нас сегодня хороший. Вот. Плотва, смотрите, какая попалась хорошая. Прямо как в Железногорске. Ну а дальше там все. Ну вот подлещик тоже. Ну а все остальное там мелочь. Ну вот, ребятки, хоть плотвичку под вечер-то перестала. Вот одного подлещика поймали недавно более-менее. И хоть плотва. Честно, уже плотва надоела. Поэтому уже даже не в ведро, а выбрасываю просто. Ну что, там уже ведро полное этой плотвы. Ребятки, после такого достаточно... Да иди ж ты сюда, долгого затишья. Все-таки взял еще один более такой достаточно крупненький подлещик. Не очень крупный, но пойдет на жареху. На мотылика опять взял. Кстати, без поклевки. Просто хотел перезабросить. И пожалуйста. Ребята, уже начинает вечереть. Поэтому пришло время отпускать рыбу. Ну и собираться потихонечку. У нас осталось вот столько корма. Сейчас мы им выкормим и посидим буквально 10 минут. Интересно. Может быть, все-таки, когда много корма побросаем, все-таки подойдет рыба. Заодно сейчас и уток покормим. А вся рыба, которая сможет уплыть, соответственно, отпустим. Ну и заодно и покажу, сколько поймал. Ну вот, в принципе, мой лов. Вот эта хорошая плотвенька. Самая такая из плотвиц. Хорошенькая. Ну а это все можно вот так вот выбрасывать. Выпускать. Все, пускай идет. Ребята, вы сами видели, сколько я рыбы наловил и сколько в основном всю я отпустил. Взяли только нажареху и те, которые уже не смогли выплыть. Более таких крупненьких, то вот. Два подлещика. Один грамм около 100. Один где-то 100 грамм. Второй, ну там, 250-300 где-то так. Вот так, моя любимая фотка. Рыбу накормили, рыбу наловили, рыбу выпустили. Сейчас еще докормим. Взяли себе совсем немножко. Ну, в принципе, я считаю, очень хорошая рыбалка весенняя на подлещика и плотвичку. Мне понравилась. Не хвостань чешуи. Желаю вам ловить рыбу с удовольствием. Ну и, конечно, с вами был я, Егор Михайлович. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok